крепость олованлина давайте в нее войдем ну что оказалось что двери неприступной твердыни открыты и диспекинг лишь парле во франце русские люди до открыли двери в неприступную финскую твердыню вот ну вот мы попали крепость надо да спасибо здесь крепости есть дворик его называют этот двор суворовским в честь графа суворова ну вот мы входим это вторая вторые двери крепостные здесь видно что в свое время не были на самое узкое самое узкое место входа в крепости единственное и мы попадаем в так называемый боевой двор внизу здесь когда-то была кухня а сверху вот этим эти галереи это боевые галереи как раз где лучники держали оборону вот это желтое здание построено уже как дитанская позже но вот мы как раз в это здание войдем надеюсь мы туда попадем ходим проходим 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 и пусть уже закрыли так что давайте пойдем уже из крепости и так понимаю я тут последний посетитель ну вот и покидаю эту крепость вошел сюда и покидаю ее так смеетно Это ревелина, они сейчас закрыты. Очень крутые ступеньки, очень крутые. Как бы здесь не упасть. С крепости можно уходить. Всё, мы её покинули, дверь закрылась. И теперь сюда не войти, там ещё остались последние русские туристы. На этом экскурсия в Ола-Вен-Лину, крепость Святого Олафа завершена. Вот это мост, который понтонный, он разводится. Я иду из крепости, сейчас вам покажу вид, как выглядит сама крепость. Ну вот и сама крепость. Очень красиво. Неприступные берега, стены расположены у воды. И остров, у которого нет места для того, чтобы войска осаждавшие могли высадиться у этой крепости. Крепость очень мощная и очень надёжная. В принципе, прослужила она верой и правдой в обороне Швеции до 1720-х годов, когда после шести недель осады войска Петра I её взяли. Но в то время уже артиллерия была такова, что и флот был у Петра, что они смогли пробить стены крепости артиллерийскими системами. А до начала 18 века эту крепость фактически взять не могли. Вот. Чем запомнилась ещё эта крепость? Тем, что в 1780-х годах, когда шведский король решил напасть на Россию, а здесь был русский гарнизон, 200 русских солдат во главе с капитаном-инвалидом смогли отразить натиск всей шведской армии. Екатерина II даже написала по этому поводу шуточную оперу, шуточное музыкальное произведение о том, с помощью своих придворных, о карикатурности шведской войны в то время. Крепость могла выдержать натиск шведской армии в 1780-х годах. Поэтому крепость достаточно эффективна. Ну что, мы покидаем Уловенлину, сходим с моста и на этом серия видеороликов про это место пока закончится. Это как раз то место, где разводят с моста. Субтитры создавал DimaTorzok